Твиттер вводит новые правила для борьбы с дезинформацией о выборах. Социальная сеть Твиттер вводит новые правила, направленные на борьбу с дезинформацией о выборах. Они в частности касаются сообщений о победе кандидатов на выборах, опубликованных до появления официальных результатов. Об этом говорится в сообщении службы поддержки соцсети. В соответствии с новыми правилами Твиттер будет маркировать или удалять ложную или вводящую в заблуждение информацию, направленную на подрыв общественного доверия к выборам или другим гражданским процессам. Мы начнем применять эту обновленную политику через семь дней, говорится в сообщении. Теперь соцсеть будет удалять или помечать спорные утверждения, которые могут подорвать веру в сам процесс голосования, в том числе и непроверенную информацию о фальсификации выборов, подделке бюллетеней или нарушениях при подсчете голосов. Твиттер также будет удалять или маркировать вводящие в заблуждение заявления о победе до подтверждения результатов выборов и подстрекательства к незаконному поведению с целью предотвращения мирной передачи и упорядоченной передачи власти. Напомним, ранее Твиттер отметил сообщение Трампа как нарушающее требование социальной сети. Рядом с Твиттером появилась отметка о том, что публикация о голосовании с использованием почтовых ящиков вводит людей в заблуждение. Также Твиттер пометил два сообщения президента США Дональда Трампа как нарушающие правила соцсети о гражданской ответственности и в сфере избирательного права. Кроме того, Твиттер заблокировал видеоролик президента США Дональда Трампа из-за нарушения авторских прав. Продолжение следует...